На сборку одного трансформатора уходит несколько дней, рассказывают специалисты. Работа ювелирная. Сначала идет обмотка из медного проводника на картонный цилиндр. Далее все это прессуется, сушится на специальном оборудовании и отправляется на сборку. Сотни проводов нужно разделить по группам и отсекам. После начинается покраска и готовый трансформатор увозят на склад. Вот это готовый уже бак трансформатора 220 кВт. Она готова уже покраска. Такого завода нет во всей Центральной Азии. Трансформаторы и реакторы производят только в Казахстане, мощность которых 110, 220 и 500 кВт. Они могут обслуживать микрорайоны, районы области и целые города. К сборке допускаются слесари и сборщики высокого разряда. Их обучали зарубежные специалисты. Завод считается уникальным в своем роде единственным в Центральной Азии по производству данного оборудования. Других аналогов в Центральной Азии по производству трансформаторов нет. Проектная мощность завода – 120 единиц трансформаторов в год. То есть это около 10 трансформаторов в месяц. Это трансформаторы 110, 220, 500 кВт. Полностью собранный трансформатор проходит обязательное тестирование. Весь процесс ведется в высоковольтной лаборатории. Трансформаторы испытывают под высоким напряжением. Деньги на строительство завода выделил Банк развития Казахстана и Фонд развития промышленности. Общая сумма проекта составила около 20 миллиардов тенге. Наш трансформатор может полноценно обеспечить город населением в среднем 500 тысяч человек. Полностью обеспечить электроэнергией. Средний срок службы трансформаторов 25-30 лет, но наши трансформаторы могут работать 50-60 лет. В планах предприятия наладить работу по импортозамещению и экспорту трансформаторов за пределы страны. На заводе отметили, что уже появились потенциальные клиенты из России и стран ближнего зарубежья.